Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем играть в Jurassic World The Game. У нас с вами очередной день в игре. Тут такая фигня произошла, что я удалил несколько записей, так что придется начинать отсюда. У нас с вами сейчас заказан троадон, давайте посмотрим, повезет или нет. Нет, приходит только ДНК. Тысяча ДНК отсюда, еще тысяча отсюда и... 1800. Я на самом деле надеялся, вдруг все-таки троадон, но нет. На завтра можно заказать секретатазавра, но правда, забрать мы его это сможем через 3 дня. Ну и у меня было несколько дней, там бриллиантовый приз, все дела, все это было записано, но из-за того, что я просто чистил компьютер, у меня тут синие короносмерти начались, и я решил все почистить, все убрать, все лишние записи, которые скопились, а их там было где-то гигабайт 500 записей. Я случайно удалил все эти записи в Jurassic World The Game за эти дни, и они удалились безвозвратно. Очень досадно, но ничего страшного, у нас с вами появляется, кстати, новый гибрид, и это опять у нас кинозои, но правда, у меня эндрикотериев на него не хватит, и выводить, если не ошибаюсь, я их не могу. Так же, у нас с вами дрожь земли на метрикантазавра. Игра наконец-то сжалилась и дала нам то, что нам нужно было, потому что я давно хочу вывести метрифодона, но не хватало метрикантазавров, и вот, пожалуйста, у нас с вами дрожь земли через один день, то есть я, естественно, буду в ней участвовать, буду фармить. Давайте, кстати, одну схваточку проведем. Буду в ней фармить просто жестко, обязательно, чтобы в доминатор зайти, в нем остаться. И секундочку, нужно вот что проверить. А у нас какие схваточки будут? Помните, у нас была одна дрожь земли, где приходили очень серьезные соперники? Нужно сейчас посмотреть, может быть... Нет, нормально, здесь довольно-таки слабые соперники. Знаете, что сейчас с вами сделаем? Пока вот этот бой будет идти, вы даже сами понимаете, здесь ничего интересного нету, давайте-ка я лучше добавлю, как это было раньше, ваши картинки, которые вы присылаете в группу ВКонтакте. Если вы хотите, чтобы ваша картиночка попала, то ссылка на группу ВКонтакте есть в описании под видео. Пожалуйста, присылайте только те работы, которые были нарисованы, ну или там максимум срисованы вами, или там слеплены вами. Никакие скачаные с интернета картинки присылать не нужно. Не нужно спамить в эту папку, потому что тут появились несколько личностей, которые там пару дней спамили огромным количеством картинок туда. Мы это все дело удаляли, их заблокировали в группе, пожалуйста, не надо этого делать, вы будете забанены, раз и навсегда вообще без разговоров, и потом не нужно обижаться. Так вот, ссылочка на группу ВКонтакте в описании под видео, там есть альбом для ваших артов, и вы можете туда добавить вашу картинку, присылайте, может быть она попадет в выпуск, ну или мы ее опубликуем в отдельном посте в группе ВКонтакте. Естественно, сейчас забираем с вами очки, но формить я уже буду чуть-чуть попозднее, за кадром, скорее всего даже на мобильнике во время монтажа каких-то роликов. Так, это мы с вами сделали, там у меня появляется справа код 19, сейчас нужно быстренько пройти, потому что супер ДНК давно не собирал. Из награды мы с вами получаем еду, давайте быстренько пройду код 19. И кстати, в событиях я тоже не забирал, но здесь нас с вами их немного. Это все не обновлено, и... нет, не зависло, нормально, я подумал, что игра зависла. Нет, все в порядке. Собственно говоря, 1400 монолфазавр ДНК. Сколько у нас супер ДНК? 1777, чуть-чуть осталось до следующего Индораптора. Забираем с вами здесь ежедневный наборчик бесплатный. Немножко так игра подлагивает, просто ее нужно перезапустить, но это я сделал чуть попозднее. И где-то здесь наборчик гибриды, вот он он. Меньше 1%, меньше 1%, 1%, Супрана Титан 2%, Метриал Лонг и обычные гибриды, да? То есть на самом деле здесь есть шанс получить что-то действительно мощное, там типа Зухариптера или Роджастеги. Ну, в принципе, можно даже один наборчик купить, просто посмотреть, что придет. Давайте это сделаем. Просто мне немножко интересно протестировать игру, потому что давно не заходил, и вдруг подкинешь что-то годное, а? Давайте открываем набор. Здесь у нас с вами... Секундочку, это редкое какое-то существо. 2 раз ДНК и Пахицератопс. Ну ладно, больше покупать не будем, просто так, маленький тест и 1040 очков доверия. Естественно, у нас с вами теперь уже вот здесь можно забрать приз. Кстати, а что там было, кроме засека Дантазавра? Залмаксес, ДНК. Ну, в принципе, и то, и то хорошо. Давайте забирать. И это Залмаксес. Это абсолютно точно Залмаксес. 1800 ДНК. Еще 1050. И Залмаксес. Ну, еще одна бриллиантовая легендарка. Так, это мы с вами забираем. Опять же, шерстистый носорог приходит. И шанс на Метри Кантазавра 5%. Это прикольно. Метри Кантазавр в последнее время приходит прям очень часто. Из-за того, что шкала немножко не добралась. Сейчас посмотрю рекламку, и это дело у нас с вами наберется. Забираем золотую награду. И здесь тоже может прийти Метри Кантазавр. Но, естественно, он, скорее всего, не придет. Давайте глянем, что мы отсюда получим. Рогозавр. Мы получаем Секодонтазавр, который тоже в последнее время вот регулярно светится, что вот он во всех наградах. Но это, кстати, первый Секодонтазавр, потому что раньше он мне не приходил. Давайте по схваточкам сейчас посмотрим, что у нас происходит. Есть випочка, на которую один день. Здесь у нас Испытай свои силы. Могучие деньги. Еще один золотой приз. Хищники. И, естественно, Метри Кантазавр вот здесь. Ну что, быстренько предлагаю заглянуть в этот наборчик. Я не думаю, что что-то будет сильное. Но да, здесь хищники. На самом деле очень слабые соперники. То есть можно сейчас быстренько взять Мастатонтазавра, Апатазавра и... Эй. Апатазавра. И Престазуха. И так будет, мне кажется, нормально. Можно было бы взять даже что-то посильнее, чтобы прям с одного удара забивать. Но, в принципе, это не обязательно. Сейчас, естественно, он поменяет нам Тиранадона. Но, возможно, даже пробьет. Есть такой шанс. Да, он пробивает. Это просто замечательно. Из-за того, что у нас с вами сейчас три атаки. Мы его, скорее всего, все-таки не забьем Апатазавром, да? Нам не хватит урона. И этим в три атаки мы его, по идее, не пробиваем. Хотя... Кто ж тебя знает? Сколько это получится урона? А мы его в три атаки забиваем. Мы просто вырубаем с вами Тиранадона. Дальше опять приходит Зухамим. Но у него очень маленькая атака, чтобы со мной что-то сделать. И Тираназавр тоже довольно-таки слабенький. Так что первая схваточка пройдена. Ну и последняя схваточка здесь. Тираназавр, Апатазавр. Ну это тоже все на самом деле элементарно. То есть мы с вами даже вот так вот можем взять Мастодонзавра, какой-нибудь Борионикс и все это дело спокойненько пройти. Я, кстати, сейчас еще просто за кадром зашел в набор с монетками и быстренько его прошел, чтобы было... Не знаю, случайно на него нажал, не туда тыркнул. И уже решил его пройти. Меняет, естественно, на Апатазавра. Бить не стал. Это вообще идеально. Меняем на Борионикс. Сейчас, наверное, два удара пробьем, потому что есть шанс, что это блок. Но, скорее всего, это бонус. Нет, все-таки блок. Ну ладно, плевать. На самом деле плевать. Все равно Апатазавра немножечко пробили. Он обратно меняет там Тираназавра, например. Нет на Индоминоса. Не угадываю я сегодня. Не угадываю. Это тоже абсолютно не важно, потому что у него всего две тысячи здоровья. Это может быть только один блок. Мы его спокойно забиваем. Приходит Тираназавр с тремя ударами. 612 атаки. Ну, ты типа ничего не сделаешь. Это один блок, два бонуса, либо два блока. Тоже без разницы. Тираназавр улетел. Сейчас еще один удар по Апатазавру, и он тоже улетает. Ну или там, да, один удар. Все правильно. И эта схватка тоже пройдена. Как видите, наборчик был очень простым. Золотые награды. Отлично. Два раза ДНК. И онайзавр. И я вот только что о чем подумал. У нас с вами... У нас деморфодоны есть или нет? Секундочку. Я всех деморфодонов вывел, потому что если будет Метрикантазавр, нам чтобы сделать Метрифодоны гибрида, нам нужны еще деморфодоны. 8 штук. А точнее даже, нам нужен один сорокового уровня. Так, да, у меня есть 8 деморфодонов, они выведены. Их нужно будет просто прокачать. Их всех нужно будет прокачать, преволюционировать. Это на самом деле очень просто. А потом уже мы с вами сделаем слияние, когда появится у нас Метрикантазавр на ужиного уровня. Потому что на данный момент Метрикантазавр у меня 30 уровня. Плюс, если не ошибаюсь, есть 1 10, что-то типа того. А сейчас я предлагаю отправиться в эту випсхваточку. Тем более она морская. И как видите, здесь очень простые соперники. То есть... Ну, у нас как всегда никаких сложностей не возникнет. Естественно, нужно сортировать все по атаке. Потому что так немножко нагляднее. Так, на самом деле здесь понадобится Генодос и... Я не знаю, ну что-нибудь совсем простое. Хайнозавр, например. Да даже еще проще. Вот этот Телозаврик 10 уровня вполне подойдет. Этих ребяток мы вообще с одного удара забиваем. Дальше у него 2 хода. Он поменяет на Дунг Теастея. И мы на самом деле даже Дунг Теастея и Генодос мы сможем пробить, скорее всего. Сейчас проверим. Он 2 удара наносит. Ну, как бы вообще тогда пофигу. Значит, все, скаточка пройдена. Плезиозавр улетает. Дунг Теастея 533 урона. В 3 удара бы он меня пробил, если бы у него было 3 удара. Но у него их нету. И мы с вами возьмем 3 бонуса, например. Да, это было 2 блока. Давай, посмотрим, что ты будешь делать. Скорее всего опять блоки. Нет, 3 удара. Ладно, Генодос улетает. Телозавриком спокойненько его пробиваем. И идем дальше. На самом деле, давайте уже перейдем в последнюю схваточку, как я это обычно делаю. Потому что, сами видите, эти схватки элементарные. Ну и, собственно говоря, последняя схваточка. Сами видите, здесь все очень просто. Можно взять вот так вот Артакантуса Плотозавра. И по большому счету нам больше никто не нужен. Ну, ладно, Телозавру возьмем на всякий пожарный. Потому что, когда я так договорю, я обычно проигрываю. Обычно умудряюсь как-нибудь накосячить и проиграть. Но, честно говоря, здесь просто невозможно. Максимум, что он может сейчас сделать, это поменять. Что он, собственно говоря, делает. Телосмозавр, 1400 урона. Вот ударчик он мне наносит. Просто замечательно. Мы с вами берем Плотозавра. У нас 4000 здоровья. И опять же, бить не будем. Возьмем блок бонус. Посмотрим, что он будет делать. У него три хода. Три атаки. Возможно, все три пробьет. Нет. Он не пробивает три атаки. Вот это для меня немножко странно. Потому что порой пробивает. И, возможно, это опять же блок бонус. То есть нужно наносить четыре удара, чтобы его забивать. Да, это блок бонус. Илосмозавр, до свидания. А дальше уже просто дело техники. Да, конечно, тринакномерия он нас сейчас забивает. Но для этого ему нужно потратить три хода как минимум. Два. Почему два? Разве два? Да, все правильно. 2760 урон. Это плохо. Два блока. Возможно, два блока. Плевать. Давайте четыре удара. Один блок, один бонус. Тринакномерия мы с вами забиваем. А у Леоплеврадона 383 урона. Он ничего с нами сделать не может. Даже с пятью атаками. Плевать. Пускай бьет. Он нас не пробивает, на самом деле, никаким образом. И сейчас мы спокойненько его забиваем. Очень странно, что он вообще бить стал. Четыре удара. И он тоже улетает. То есть, как я говорил, Дунклеозавр нам даже с вами не нужен. И эта схватка тоже пройдена. Забираем с вами наборчик. И здесь монетки, монетки. А нет, доллары. Я хотел сказать только монетки. Но на самом деле, еще и доллары есть. У Найзавр, типа, тоже не впился. Который у нас с вами уже давно есть. 1300 очков доверия. Кстати, а что сейчас можно за двадцаточку приобрести? У нас все-таки с вами 21 тысяча. Что можно приобрести за двадцаточку? Давайте посмотрим. Да закройтесь вы уже, пожалуйста. Посмотрим вот здесь. Заходим в Джурасик Пойнты. Телокосмил. Ну, это прям совсем неинтересно. Легче взять чистое золото и все. И по схваткам у нас что с вами осталось? Секундочку, не туда жму. Схватки из интересного. Остались только бои с усилениями против обычных хищников. Хищник один хотя бы нужен быть. То есть мне нужно взять сюда какую-нибудь амфибию. Например, Престазуха, да? Взять, я даже не знаю. Пускай это будет Гедон, Индоминус вот такой. И какое-нибудь усиление, например, вот это подтвердить. И эти схватки очень простые. Так что, наверное, сразу перейдем с вами к наборам. Потому что, как видите, у меня при помощи амфибии не будет вообще никаких проблем забить их всех. Я думаю, даже я ее не потеряю. Ну, они как бы неприятные, но... Все равно урон слишком маленький. Что будет делать? Это все-таки один удар. Это удар и блок. То есть мне нужно бить три атаки. Ну, да. Досадно. Лучше было бы, если бы два удара нанес. Удар и блок. С другой стороны, это хорошо. Потому что у конкубинатора будет всего две атаки. Но он даже бить не стал. Странно. Вообще-то в два удара он меня должен был пробивать. Ну, ладно. Блок бонус. А у конкубинаторов, на самом деле, отличный урон. Черт побери. Я что-то даже на это не обратил внимания. Так что, пристазуха, они меня спокойно забили. Ну, ладно. Сейчас с ядончиком разбираемся. И идем дальше. Ну, честно говоря, здесь все будет просто. Ну, и последняя схваточка. Тут у нас с вами три хищника. Я что-то так необдуманно истратил сюда астопозавра, если не ошибаюсь. Ммм. Неприятно. Ну, давайте возьмем своих хищников. Цирозинозавр. Возьмем индоминоса, индораптора. И возьмем, естественно, какое-нибудь опять усиление. Просто так, чтобы было. Погнали в схваточку. Вот это уже, на самом деле, красивые ребята. Это довольно-таки серьезно. И разыграем, естественно, через бонус. А крикантозавр меня может забить спокойно в два удара. Скорее всего, это и сделает. Нет, один удар. Один удар. Я сейчас бить не буду. Я сейчас просто возьму еще три бонуса. Потому что, мне кажется, это самое правильное решение в данной ситуации. Дальше похигалозавр. И у него, на самом деле, будет очень мало урона, но много здоровья. Окей, три ударчика. Просто замечательно. Сейчас спокойно индоминоса. Мы крикантозавра в три забиваем. У нас с вами шесть кодов вообще. То есть в три мы тебя спокойно забиваем. Возьмем один блок и два бонуса. У похигалозавра у нас с вами 883 урона. Ну, как я говорил, вообще ни о чем. Правда, здоровье семь тысяч. Это вот единственная проблема. Посмотрим, что будет делать. Три удара опять. Восхитительно. То есть его мы с вами должны забивать где-то в четыре удара, если не ошибаюсь. Да. Да, в четыре удара забиваем. Два бонуса. Дальше рельфозавра, естественно, меня забьет в четыре удара. Потому что это единственное, что он может сделать. И индораптором мы его спокойно забиваем. Надеюсь, что все именно так и будет. Давайте. Шесть атак. До свидания. Все. И это событие тоже у нас с вами пройдено. Можно забирать наши наборы. У меня сегодня уже пришли все коды 19. То есть максимальное количество очков ДНК, супер ДНК я тут получил. Это прям хорошо. Два раза баксы, 500 ДНК. Ну, иритатор наплевать. Это прям очень хорошо. Также 260 очков доверия с каждого наборчика. Погнали дальше. Еще 200 баксов. Перораптор. И следующий наборчик. Баксы. Тысяча ДНК. Слушайте, прям как хорошо с этих наборов все не зашло. И баксы, и ДНК пришли просто шикарнейше. И по большому счету это все, что у нас с вами сегодня есть. Но. Ну, вот это я не прохожу. Вы знаете, мне не нравится этот набор. Потому что оттуда очень мало ДНК. И по большому счету ты просто тратишь время в никуда. А эти супер ДНК, типа, они как бы и не впились. Но, если не ошибаюсь, у нас прямо сейчас с вами получается уже... Вот прямо вот чуть-чуть остается. Буквально 161 супер ДНК. И у нас с вами появится следующий эндораптор. Наверное, все-таки я пройду наборчик на ДНК, но чуть-чуть попозднее. Это что такое у нас? Специальное предложение. Осталось одно. Это, естественно, связано с гибридом. То есть, нам предлагают с вами, секунду, я вот это именно хотел посмотреть. То есть, здесь у нас с вами есть эндрикотерий. Если не ошибаюсь, мы с вами можем, давайте, с одного поставим выводиться. Еще раз вывести. Дальше сюда. Кайнозой. Саваны. И... Он не в саваннах, что ли? Нет, он в саваннах. Где же он? Вот, эндрикотер. Эндрикотерия мы с вами выводить не можем. У нас нету возможности его вводить. Так что, эндрикотера пока что мы с вами тоже вывести не сможем. Но от гигантского оленя мы с вами можем вывести. То есть, мы его можем выводить спокойно за ДНК. Тут никаких проблем с этим нету. Но вот с эндрикотерием и проблемой, если бы на них была дрожь земли, или, я не знаю, может быть, еще какой-то там турнир, набор, из которого можно было бы потом выводить за ДНК. Это один разговор. Но так как мы с вами его выводить пока что не можем. Так что, просто ждем. Может быть, будут приходить. Может быть, еще что-то. На самом деле, у меня было огромное количество эндрикотериев раньше. Но я их всех продал вот здесь, вот за ДНК. Так что, типа, бывает. Ничего страшного. Типа, на самом деле, мне этот гибрид не особо и нужен. Потому что, сами понимаете, к Найзой у нас не так много схваток приходит интересных. Здесь, естественно, сейчас поищу какие-нибудь хорошие предложения. Но на этом этот выпуск предлагаю завершить. Надеюсь, что он вам понравился. Сегодня с вами в начале выпуска была и бриллиантовая награда. И сейчас получили золотую награду. Плюс открыли один наборчик. Получили оттуда небольшого такого гибридика слабенького. Но самое главное, это, естественно, будет в следующем выпуске. Потому что у нас с вами здесь будет Дмитрий Кантазавр. У нас будет финал Дрожжи Земли. Ну и так еще, может быть, какие-нибудь еще интересные наборчики. Интересные события зацепим. На этом пока что все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. По этой игре даже другие. Другим играм удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске.